В современном мире, особенно когда речь идет о региональных конфликтах, ведь НАТО, например, не участвует, то тогда, может быть, не очень правильно говорить о том, что государство является главным субъектом этих событий, например, Соединенные Штаты. С моей точки зрения, правильно было бы говорить о группах интересов, которые инициировали это столкновение. Их надо вычислять и понимать, что за группа интересов. Значит, если быть честными, безусловно, Армении этот конфликт не выгоден ни с какой стороны. Не буду углубляться в эту тему. Это, в общем, настолько очевидно, что не требует расшифровки. Объективно, это невыгодно Азербайджану. Но почему тогда руководитель Азербайджана санкционировал каким-то образом? Все-таки решение-то зависит от него. Наступление этой страны было в направлении Степана Кертла и других населенных пунктов Нагорного Карабаха. Значит, я не думаю, что он человек мудрый с моей точки зрения. Я не думаю, что это было какое-то самостоятельное решение. Я не думаю, что лидера такого уровня можно запугать или как-то с ним манипулировать. То есть, видимо, вот эта группа интересов во главе с руководителем государства, наверное, этой группе что-то обещали, кто-то обещал. Это связано с экономической ситуацией в Азербайджане, возможно, связано с какими-то там личными взаимоотношениями президента Азербайджана и, например, Турции и так далее. Так вот, если говорить о бенефицарах, безусловно, в Америке, особенно перед выборами, есть группы, которые заинтересованы в том и просчитывают, по всей видимости, последствия конфликта, которые заинтересованы в том, чтобы использовать в том числе этот региональный конфликт для того, чтобы ослабить того или иного кандидата, приобрести какие-то еще дивиденды. Но все-таки обратим внимание на Турцию. Вот мой коллега сказал, что растущие амбиции и так далее. С моей точки зрения, вот Россия, да, она в этом конфликте где-то недоработала, где-то совершила ошибки. Я вот неоднократно говорил, что, наверное, это все-таки ошибка, да, со стороны России продавать оружие наступательного характера Азербайджану, да. Понятно, что Азербайджан может купить это оружие у кого угодно, но, тем не менее, с точки зрения честной позиции по отношению к своему союзнику по ДКБ, да, этого не нужно было делать. Но есть и просчеты. Один из таких просчетов – это недооценка вот той группы интересов, которая стоит за Эрдоганом вообще этой личности, поскольку действительно было сказано, что Турция усиливающая сторона, и, в принципе, это государство скоро будет самым сильным, самым многочисленным, да, вот в четырехугольнике между Пакистаном, Россией, Соединенными Штатами и Нигерией, да. То есть достаточно долгое время ведущие группы интересов американские ставили на Саудовскую Аравию, как на своего ключевого партнера, да, геополитического во всем этом регионе, ну, там, отчасти на Израиль. А сейчас вот приходит такая пора, по всей видимости, ну, по крайней мере, если этого не делает Америка, да, ставку на Турцию, то, по крайней мере, Турция к этому стремится. Скоро она будет крупнейшей страной, ну, помимо Соединенных Штатов, и самой сильной, да, входящей в НАТО, поскольку, ну, кроме Америки, да, таких вот мощных вооруженных сил у нее другой, никакой другой страны не будет. То есть Турция совершенно очевидна сориентирована на роль лидера во всем этом регионе. Более того, она отрабатывает различные механизмы контроля за курдами, контроля за ИГИЛ, захвата чужих территорий, а именно там Сирии, да. Значит, заинтересована в том, что пристроить Армению, показать свою мощь России, значит, привязать к себе Азербайджан, договориться с Ираном и так далее. То есть это многоходовая игра, за которой стоит вот эта группа интересов, которую сейчас выражает, которую сейчас выражает Эрдоган, по всей видимости. Вот это нужно осознавать. Более того, они уже на колени отчасти ставят и Европу, которая не способна, да, выработать какую-то адекватную политику по отношению к беженцам. Ну, как взаимодействовать. Пошли по самому легкому пути. То есть пихнули эту проблему на Эрдогана, который, ну, совершенно очевидно, ее там решать эффективно не будет, да, будет тянуть деньги у Европы, при этом решать свои вопросы. Вот, поэтому очень серьезный игрок в регионе, который будет дестабилизировать ситуацию дальше. Более того, не только в этом регионе, но, учитывая, что Турция претендует на роль лидера не только в регионе, не только в мусульманском мире, да, среди суннитов, но и в тюркском мире, да, то получается, что это уже игрок на постсоветском пространстве, так или иначе, да, мы же видим, что происходит, вот какая ситуация, например, в Российском экономическом союзе, где каждая страна, как бы с тюркским населением, Казахстан, Кыргызстан, вынуждена сейчас фильтровать свои слова, вот, и занимать достаточно осторожную позицию и высказывать ее, как бы не так, может быть, каким хотелось бы, да, вот, по отношению к этому конфликту. Значит, поэтому давайте анализировать все-таки ситуацию с разных сторон, да, выискивать истинных бенефицаров и думать, как эту проблему решить. Значит, с моей точки зрения, проблема решаема, но, к сожалению, не тактическим путем, а в стратегическом измерении. Вот в свое время институт Евразес несколько лет назад, мы активно работали в Армении, да, и у нас есть партнеры и в Азербайджане, предлагали такую форму для решения карабахского вопроса 3 плюс 3, то есть, когда формируются две тройки, то есть одна тройка тюркская, условно, да, это Турция, Азербайджан и Казахстан, и другая тройка это партнеры стратегические России, значит, Армения и принкнувший к ним Иран, да, начинают проявлять активность в этом регионе по обеспечению договоренностей между сторонами, в том числе между Арменией и Азербайджаном, в их намерении идти на свечи друг к другу. То есть, это тот формат, который, по идее, должен подменить или заменить окончательно, может быть, вот эту Минскую группу ОБСЕ, да, только в рамках регионального сотрудничества, да, вот эта вот шестерка или четыре державы, соседние, могут подтолкнуть, кажется, со своей стороны, да, и Азербайджан, и Армению к реальному сотрудничеству, к началу разговора о том, каким образом Армения выдвинулась навстречу Азербайджану, да, в уступках территориальных, в тех районах, которые были захвачены во время последней войны, ну, которые контролируют Нагорный Карабах, вот, но объективно должны принадлежать Азербайджану. С другой стороны, что Азербайджан сделает с точки зрения гарантии, да, вот этого самого сотрудничества прочного экономического и другого. Спасибо.